всем привет мы снова находимся на озере песчанка сегодня у нас третий этап ралли кросс песчанка 2022 настрой у нас боевой но погода у нас сегодня минус 6 лед у нас плывет двух поворотах очень скользко но посмотрим как в гонке будет не я же один буду скользить все остальные участники сейчас сколько я вот насчитал 1 2 3 4 пока участника еще ждем двоих уже чуть чуть попозже мы включимся я скажу сколько уже участника будет а сейчас походим по парку пообщаемся с ребятами спросим что изменилось у них после второго этапа потому что проблема с колесами кто-то нашел кто-то не нашел в подходе к первому участнику ралли кросс это артем у нас тем где твой механик вот ты же летом у тебя были механики не было шилкин был журкина нету сейчас да скажи пожалуйста что изменилось после того этапа быть точнее второго этапа до колеса долго ты все-таки нашел все-таки почти в смысле почти это как короче новый молодец до груз не до груз 250 килограмм ё-моё шилкам посоветовал я тебя услышал ночью сегодня будем с тобой бороться ты уже прокатился или нет нет еще да ясно ладно мы к тебе подойдем после первого заезда расскажи пожалуйста что изменилось с того этапа у тебя после этого купил новую резину но это мне не поможет все почему-то так не а я выехал что вообще что-то не то да я после этого приехал с новой резиной но видишь там было холодно сейчас тепло лед у нас дает или как он там говорится правильно не очень скользко прям двух поворотах там есть момент но они поможут блин все да я смотрю ты сегодня приготовился я там кухня а чего на согласитесь список чему сегодня хавать будем посмотрим но давай тебе пожелаем удачи это как боится на разгоне увидим так у нас еще серёг были серёга еще сейчас на его поймаем и пообщаемся так вот это что изменилось после того этапа груза добавил еще полтинник сколько в общем получается где-то 140 и все назад поставил ну ты покупал резину или ну а наперед поставил свежую еще в запасе получается можно перекинуть первый здесь поеду так ну посмотри замуж и этого будет достаточно я понимаю машина вроде и нормально еще шпы на месте какое давление сделал сейчас 27 где-то стоит прошлый раз вообще перекачал было три с лишним и у меня те которые сзади стояли первый заезд все вылетели короче решил сейчас так делать я тебя услышал давай удачи увидимся на разгоне так ждем других участников перед гонкой с ними даже пообщаемся и ждем первый заезд полотец раньше классиков как всегда у нас вовремя 9 утра ним расскажи и я троечку спал до красавчик раскрыть что изменилось твоей машине после второго этапа она вся в говне потому что потеплело посыпали все дороги солью для тех кто не умеет ездить поэтому вот машина вся в соли я вчера мы я даже помыл вчера по вот пока доехала она опять вся грязная есть я подкинул балласта потому что я прогнозирую что сегодня будет очень скользко держака будет на разгоне не хватать поэтому добавил килограмм 40 а в общем сколько у тебя было у меня все хорошо было в общем сейчас масло дали дольем отеля и вообще должна все и заправить машину а чё по резине но я сейчас попробую рискнуть остаться на старый во всяком случае первый заезд поеду на старый несколько причин ну во первых надо будет больше напрягаться как пилоту поэтому надо я прям гонки мы для чего используем для того чтобы расти совершенствоваться поэтому надо себя создавать более сложные условия сегодня погода резко упала сейчас минус 5 градусов что резко упала но температура тебя вообще на улице голова болит вообще капец а ты как человек возрасте тебя были чего-нибудь на погоду влияет меня болит душа за гонки а красавчик красавчик там видел чемпионы приехали какие он стоят сейчас пойдем с ними а это не побежденные чемпионы то есть они не приезжают на гонки где их могут победить поэтому они так гоняют чисто я плана ноги можно пока на моторе все это типа я приехал пока надо там чекова но летом увидимся зимой не будем ездить на это минусы но на самом деле зимой очень очень большой плюс для скилла водителя то есть мы вынуждены ехать постоянно на пределе летом на пределе мы едем в поворотах но не во всех иногда просто но машину так быстро не разгоняется что было прям сложно зимой как бы сложно постоянно поэтому работа водителя зимой очень большая так я вот вчера тоже катался и сейчас выехал внутри круга вообще на катался а красавчик дайте берите пример с петровича этот парень который постоянно косит по чайника он растет он шаг за шагом идет вперед сегодня посмотрим еще но печально только что на старой резины но ничего ничего страшного тоже ничего я тоже на это самое главное а сегодня у нас будет пять и пятый участник нормально сейчас надо будет всех собрать и не но мы же знаем там те которые нытики да они свалили как бы в другой чемпионат что там повыигрывать то есть такого условно к личный да у нас серьезный ребят мы сегодня с тобой будем бороться тогда давай удачи увидимся раз давайте сейчас подойдем к ребятам которые приехали нас поддержать их основе на наши гонки сейчас послушаем юру его оправдание почему он зимой не ездит такая это тел как я это слабак сдался слабак сдался возраст берет свое да да например вот с бати смотри красавчик я вообще не понимаю сколько камера не там а тут сушка мотивации столько лет ездить почему ты в эту зиму не выехал и чем это связано это ты хочешь отдых взять да надо да кстати у нас еще андрюха то вот еще да 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 ну мы сейчас дойдем до него что случилось да решил ты вдохнуть я пока не буду я не знаю почему вопрос а за кого ты сегодня будешь болеть я да ладно тебе так посмотрел на меня еще но сейчас камеру выключить давай мы сейчас андрюха пообщаемся тебе приятного просмотра я давно не было видно куда ты пропал что случилось что изменилось почему тебя нету с нами и планируешь ты вернуться но насчет вернуться я еще пока думаю куда пропал да я в зал хожу в качалку на тренинг со слабость да гонки по телеку смотрят есть как она но как эмулятор сейчас я понял насколько ты будешь отдыхать но я не собираюсь долго отдыхать у меня были там некоторые планы не буду видеть какие да не надо да конечно но уже очень скоро но это замечательно давай тебе приятного просмотра она приятной гонки мы сейчас собираем всех пилотов и пойдем жеребьевку проводить сегодня нас пять человек сожалению а потому что есть другой мероприятие которое в один день проходит только в другом месте но некоторые пилоты выбрали то мероприятие потому что там их строили четверо там больше вероятности стать на тумбу чем у нас тут все ребята ждем жеребьевки и потом включаем уже сонборда а мы салат у нас сейчас господа будет проходить жеребьевка понятно кто каким стартует в первой гонке давайте не первый да это ты молодой по старшинству да ахахахаха я самый старый какой 4 1 1 1 4 3 шорохов третий седьмой номер первый но все у нас очень какой и 4 4 да я 3 еду у нас едет до готовимся все друзья пожелайте мне удачи пошли он борт вешать он борту маленький кусочек и ссылка будет прикреплена в описании или будет подсказка сверху пожелайте удачи первая гонка закончилась что вообще капец старт не задался в плане того что первую включу потом вторая потом опять первое бегом искать эту третью с хрустом поехал за этот момент я серёгу еще пропустил потом короче 8 меня сзади ехал 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 такой вид ладно пускай петрович побудет немножко вторым грязь не петрович и не мог обогнать он собака быстро такая дала я и этого не догнал в итоге прочее делать эксперименты на старых колесах не гоняйте почему я же на старых тоже на старых вы за скил лучше всего как бы не считаю на самом деле поборолся но у меня казата была сейчас чем слетает провод бензонасоса на выходе то есть я вышел газовал но я вижу что ну первым не достать но все равно газу и по привычке вот и тут раз мотор отрубается я включаю нейтралку такой думаю так давай давай я такой думаю я думаю издевается и смотрю там успел бы тебя такая смотрю поворот с отречу такая себе думаю издевается что ли думу ну или думаю заедет так и думаю ну не буду ну как бы обгонять же после финиша нельзя же флага я исходя из этих моментов как бы ну и даже понизился думаю ну ладно стоит заехал старших уважать просто думал не бензонасос сдох я уже такой думаю ну когда скатился да я вижу звука нету не не щелкает электронасос не работает и я понимаю такой так у меня запасной есть на кольце ну сейчас надо махан там туда-обратно метнуться там успеть между заездами вот открывай багажник а там фишка слетела я такой блин вставил все я пойму теперь сзади поедем сейчас мы проем стартовать вот посмотрим серёга справится или нет каково это с задних рядов стартовать да да ты будешь первым же рядом ты будешь третьим фирмой любви аааа да так что понем давай сейчас пойдем к Серёге так что ты по читерски будешь стартовать ахахаха так хорошо со старта едешь ааа со старта что хорошо это спасибо конечно но я в одну как бы в первую газу такой раз в вторую и опять первая бабка тренирует я на коробку да как бы я и так тренирую но тем не менее как бы я бегом-бегом и замешкался и как понимает серёга в этот момент меня как раз и серёга красава он прям очень да но я что машина очень хорошо владеет расслабленные такое прям все четко делает поговорить с Серёгой у нас первые гонки первое место занял сейчас мы уже ждем второго заезда и уже следующее видео будет с онборда повторюсь или ссылка будет на полный онборд если кому-то интересно в описании видео или будет подсказочка так что пожелайте удачи еще две гонки у нас впереди что закончился у нас второй проезд я не помню был финишный флаг или нет но если был финишный флаг то я 3 андрюха прям скрипальщиков прям пипец жопе был прям мы сейчас добавили еще 50 килограмм лет сейчас изменился сейчас будем ждать наверное эвакуации потому что вот я решил как-то вот вот как-то так а вчера я уже тут был он едет еще помощь за мной так что весело от 1 а то нету просто там есть скажи пожалуйста финишный флаг был это самое главное блин да я уже сейчас даже думал все ребята сейчас будем вытаскивать машину почему хорошо ехал боролся я с тобой ты со мной серёга с нами не боролся уехал вперёд играл что ли мы хотя бы нам подавался чуть-чуть старый поворот я по внешнему было смело да я вот с тобой не боюсь потому что я вижу что ты контролю сейчас вообще контроль хороший вообще но мы сейчас груз попробую убрать потому что это жопу сильно ком сильно закидывал я не знаю когда но я думаю может в дальнейшем есть смысл загружать но пока надо учиться на том что ты есть и контролирует на этом да я видел его опять фотка не видел я с ними фото фото фотку не видел я с ними фото фото сейчас я покажу друзья мы сейчас маленько обсудим уже без камеры надо колеса очистить от снега об одном вылетели и готовимся к последнему третьему заезду вот третья гонка закончилась я 3 дядя дима там маленько нас позвольте было 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 не но я как мог защищался справа была куча места у тебя была машина в базе ты зачем-то ощущаешься но мы же нет мы же должны агрессивно в меру правил да я согласен я был серега агрессивный но я был в пределах правило он был агрессивный он меня стукнул было круто у нас мы ничего заборщили вот там парни за эти хочу сказать почему это борщ у меня старт был очень хреновый прям очень хреновый а вот это потом мои посмотришь морды не он борды ты посмотришь мой я перед стартом сделал онлайн я все это уже знал я об этом рассказал сейчас будешь делать говно старт и серега за тобой застрянет и тогда у меня появляется шанс он у меня появился кстати в этот раз я думаю заключительный сейчас прямой эфирчик у нас перед тем как поехать третий заключительный заезд значит сейчас расклад сразу могу сказать я опять буду стоять вот на предпоследней позиции стартовой внутри опять упрусь в пацанов медленных одна радость петрович час на этот заезд решил снять балласт я думаю что старт у него будет похуже и есть не знаю шанс что серега в него упрется и петрович не сильно вперед поедет и тогда может быть может быть я серегу смогу проехать и как-то попытаться его сдержать за собой не факт что получится но такой стратегический расклад примерно такой раз и за тобой стартовал всегда я балласт брали 20 килограммов решили попробовать посмотреть как с этого выйдет на эти хочу сказать ошибки папа просто все знают спасибо папа замечательную гонку вот и все серьезно даже не почувствовал что ли столько выложил 200 процентов и пофиг что ты меня по этапу начисал я прям овощи нагоняло лился пойдем я тебе покажу ты я нашел чем у меня следов то нету как ты меня но у тебя видишь сложно это агрессивный петрович ребята с петровичем аккуратнее он очень агрессивно надо почти посмотри смотреть что там колесо это не моё давай все серега боялся что там марку или еще чем это так фигня все довольны он на самом деле все круто мы там такими миллиметражами там ходили это я потом он борды выложу ребята это не горло это просто праздник мы сделаем тогда ссылку на он борды диме на и обязательно закрепленном там все будет и моей семье сделаешь да мне проще если ты ссылки скинешь я их помечу это все пойдем ческ пацанам посмотрим что у них там забор случился там андрюха или зацепил чё-то или что-то случилось непонятно и там ценолом разложился все подряд сейчас посмотрим нас потерпевший один артемыч у нас делать что пошло не так и как это все превратилось вот в это еду еду смотрю курит думаю дай тоже покурю ну а чё затормозить не могу ну я и приложился чтобы машину быстрее остановить ну чтобы ему не скучно там было конечно ты к зеленогорску успеешь установить сложно конечно я понял все зависит от лёхи пошли теперь кандык андрюха ты чемпион красавчик вообще пошли к твоей машине и расскажи что у тебя пошло не так ты прям хорошо стартанул мы до груз сняли но это очень большая ошибка на самом деле была моя катар сняли это у нас чемпионы чего у тебя случилось но а ну по фигне передний привет любители не так сильно да ну тут вообще по сравнению с копейка которая тернива как ты оказал короче я думал по бруссеру проеду но а потом понял что у меня уже не два очка 3 сюда я секунд 10 ждал там на камере будет видно я ждал уже что меня влетят я просто сидел готовился ну да и кстати у меня была возможность с тобой покурить на этом у артема лучше это получится постоять чем у меня ты к зеленогорску восстановишься не боюсь все понял давай удачи в станции к следующему топу но друзья собственно что вы видели но мы ждем награждение цель была поставлена цель была сделана будем дальше сами стану мы еще включим давайте начнем с класса ралли кросс немного численного почему-то сегодня третье место удивительно вообще шорохов петр петрович сама и стереотипы на корточки сядь второе место осень дмитрий уехал на работу человек к сожалению и первое место милиция сергей а вечер стало то прохладно зябко так сказать ну что друзья результат сегодняшнего дня третье место я считаю неплохо но надо стремится к лучшему сейчас надо будет искать резину но что у меня старая резина и к сожалению есть вероятность что в этом есть вся причина потому что у меня лег шип но ничего страшного мы готовимся к зеленогорску всем огромное спасибо кто ставит лайки кто пишет комментарии не только тот и в инстаграме так что до новых встреч ой взявка все надо грузиться ехать всем огромное спасибо до новых встреч увидимся в зеленогорске пока и